доброе утро Вячеслав Сергеевич я хочу несколько вопросов задать пожалуйста позавчера вчера тоже читал из открытым окном ответы на вопросы и много мне попадалось по поводу суда то есть было какое-то получается в какое-то видео снято против вас какие-то ролики были показаны на общественном телевидении вот и вы в ответ подали в суд вот и ну там вот я сам самих этих не прочитал еще самих ответов ну то есть на тот момент что я прочитал там было сказано что вы выиграли суд и они должны разместить опровержение и вам выплатить там моральный ущерб и все остальное вот мне интересует вообще как это с чего это все можете рассказать чего это все началось ну кто это собственно зачем против вас это кто-то что-то создал такое видео и вообще сколько бывало сколько вот клевет ваш адрес который в ответ подавали в суд и что выиграли да и опровергали ли они это в итоге своих уже материалов на канале там и газетах можете поподробнее рассказать и мне хотелось бы это просто даже для биографически записать какие-то такие отправные точки чтобы составить картину в общем тут если вот так брать по большому счету виноват во всем я потому что я родился в тридцать девятом году 10 июня меня бы не было ничего этого не было если бы второе дальше себе просто сидел ходил храм пришел поцеловал там что проглотил просфору и всего опять бы ничего не было и что случится где мне как господь показа я считаю так вот я прочитал у нургалеева министр внутренних дел он говорит стране три с половиной миллиона беспризорных детей я не за цифры ни за что нельзя но речь идет что действительно так я за их близкие отношения мил милиции тогда полиции не было с милицией то и до всего доходил проверяют так это или нет а раз я туда ходил то я знал подробности и подробности опять же от меня это зависело я не останавливался на половину пути вот как-то все так вот где я не посмотрю виновен я виновен я если бы я повода не давал еще бы и не было этого но просчитал я в стране уничтожено 81 тысяча населенных пунктов мы но только не ловто все же знают это кто сказал что вот эти данные о призорных и на порушенных деревнях коснется и вот так как меня я еду в те места в 1962 году а то у нас было ну да вот разрушена в алтайском крае 360 населенных пунктов опять же виноват я что я люблю там где родился так бы жил уже в городе был то нет каждую весну едем туда берем березовый сок и почему бы нам тут не быть а там такие просторы у нас вот я подал эту мысль той батюшки ну и тогда мы решили хлопотать обратились не куда-то в краевой отдел там такое и такое дело тогда был александр александр туриков там губернатор вот коммунистов был то но очень такой внимательный но на депутатский корпус они там кинули и потеряевку восстановить это было очень и тогда достать ничего нельзя не кирпичи они доски не ничего нету только так где-нибудь пивной ящик выбросят там ты можешь разбирать его и все и вот так и с детьми каждый год я туда выезжаю потеряевку палатки ставим делаем шалаши большие шалаши на 10 человек берем с собой сначала были только ножи а потом я додумался как только лед появится главный такомыш который пустотелый дудочки тогда тепло не выходит а он остается сверху льда его с косой я еду спрашивает а куда вас косой то уже зима косить люди не могут понять что косить то я теперь иду по льду и что сверху его скашиваю теперь мы пачками все сложили это у игоря барабаша на этом дом стоит как раз сделано это и у нас настоящие шалаши были а властям властям почему это не нравилось это они даже рассказывать уже мы никому не мешали ничего но то что мы там находимся это говорила что мы все видим а раз мы видим а я молчать нельзя появились появляться стали статьи в газетах какая разруха вот мы уехали только приезжаем через неделю у нас рубероидом покрытые кельи уже были все рубероид и все воруют про нас знал район мамонтовский и оттуда газета свет октября приезжали люди люди хорошие рутинский владимир васильевич он сколько у нас было не на ни разу плохой статьи написал но и оказался фото корреспондент тоже хороший вот фотографии такие делать и часть статей в книге для слова божия нет уз а раз он такой хороший его заметили заметили значит и краевая крова я делу водой забирает его к себе а у меня связи теперь с краевым воды я знаю сам с генералами а раз такое дело нас прижимать и обращают суд не в суд сначала чтобы вникли в это дело помогли а там находится хороший человек дальнейшем генерал-лейтенант параскун юрий педорович прокурор алтайского края как он нам помогал это это он может так дальше как это начинать делать потеряевку вот все это виноват я сидел бы тихо как следователь говорит что мне хватает тут когда суд уже начинал зоя крахманика моя мама ходит церковь никто не трогает сидела бы молчала и все тебя никто не арестовал бы вот прав опять же но я не мог это делать почему причина одна я человек из детства верующие я понимал за все что на моих глазах совершается я вторгался там где на ножах дерутся целую кучу свалку неразумно поступал жизнь я мног можно много раз потерять жизнь свою дальше я занимаюсь собаками в уголовном розыске мои связи то дальше идут это не просто тут а куда бы я не обратился везде знакомые городская администрация мэр я считаю лучший мир российской федерации хотя официально входил в десятку лучших баваре владимир николаевич и и поэтому я обращаюсь дела сбегая двигается и вот которые нападали а они нападали не зря потому что на том фоне который мы создавали своей жизнью а там стали приезжать академгородка с украины с прибалтики молва то пошла такая что своими силами многое можно делать то и вот такое такое уехали они в греции горит у нас остались добрые воспоминания россии только детский лагерь на меня показывает вот какое дело и поэтому они не могли по-другому себя вести потому что там коммунисты как это коммуняки но раз они так перед ними я не склонялся это уже определенно а там находились такие которым не то что его быть большими должностями они начали санэпидемстанция роспотребнадзор теперь называется туалет не такой ну какой не такой ну сортир домик стоит видел как это нет надо чтобы мраморные стенки были а где возьму мрамору дальше я 45 лет без смены директор детского лагеря на законном основании я иду в краевой отдел юстиции а у меня и там знакомые дело в том что тут начала разворачиваться уже по-другому все уже восемьдесят шестой год у меня опыт огромный то дальше меня второй раз арестовывают а тут как раз помилование верховного президиума ссср я вышел на свободу ну и теперь как слышно как лапкинг сапогами стучит по редакциям везде требует отчеты которые против подавали все то есть у меня и добрые и недобрые вот как а теперь те которые вместе они объединяются разбить меня на голову они набирают себя команду из разных сект сектанты а они еще не знаю чем это кончится подробности там написаны вот какая сейчас она приехала там как апанасева или как она прокофьева ирина ирина вот вот она там как раз организовывала гтрк алтайский край алтая вот она мне дает никакого слова я в суд то когда то обращаюсь прокуратуру на моей стороне все они они набрали таких бессовестных людей которым дурин трава они привыкли доманул или а тут еще не получается то что они там делают под сомнение который за них прокурор я обращаюсь это прокурор убирают то есть тут они ничего не могут сделать я одновременно ходатайство возвращение чего что у меня отняли потому что я уже реабилитирован а нет ничего это теперь они все подгребать под себя будут вот мне говорили я когда узнаю в газете наконец-то лапкина прихлопнули вот такие статьи московский комсомолец на алтае с ними обращаться как я ничего еще не имел опыт обращения оказывается на них суд то нигде не подашь потому что головное у них находится в москве головное я добиваюсь то что там принимают и теперь прямо за с московским вот такие статьи поганые писали я начале детского лагеря они подрывают мой авторитет ну там все данные которые и бог так делает у меня знакомые очень близкие фотографы писатели при том близки прям за нас расположена то но и мои-то дела то не двигаются с места дать опровергать вернуть нельзя вот так и наконец верховный президиум суда верховный там в москве отменяет что до этого было суд шел 11 лет отменяет все и по новой по новой а по новой значит теперь другие уже люди сидят в районной администрации ремневого надежда степановна она была первой секретарь райкома партии ей почему-то я понравился и она там увидела там и какие-то статьи в газете там стихотворение это почему вы не защищаетесь я говорю как изучать это но это на степень какую-то там кандидаты проще это я и она теперь поставлена главой администрации района она на меня за меня вот теперь юстиция которая там все это против она генерал лейтенант процентка кажется он за нас ну а уж прокурор края говорить не надо все комиссии повернули другую сторону суд а на суде теперь там они начали что делать так они отвечать будут я отвечаю как есть вы видите что они делали какие обвинения там по пунктам посмотри что дети такие-то там родители не допускают и где мальчики девочки спят вместе а теперь-то нужны доказательства и суд идет сколько у вас детей это было я говорю в этом году немного было семьдесят там восемь ребятишек так а говорят они спят на по на этих рюкзаках а сколько было подушек 120 мне получается военное училище было высшее авиационное училище его размонтировали и сделали юридический факультет мвд институт а у меня опять там знакомые все и вот здесь так когда начали они меня давит и чем больше меня давят тем больше у них неприятности то а теперь они-то думали москва все закроет а москва раз и они не никак я тогда прокурору москвы так и так суд закончился так вот бог же так делает и оказалось что кто-то там меня знает он знает кто я я не сразу же которые там против мк москве московских комсомолец а там поганая газета желтая и сразу арестовываются все счета опечатывается предприятие их пока не рассчитайте слабкиным они уже после беда рассчитались а до этого не насмехались все закончилось игра закончилась мы ни одного рубля я себе не взял это нужно всегда добавлять где-то а теперь когда начислили мало то я подаю перерасчет и теперь будет там судьей жена главного прокурора алтайского края она обо мне конечно слышала и все мою у меня открытые данные я к узнаю кто это делал то писал эти погонь никак потом узнаю самульсов александр ну за называет там золотое перо или как там такие звания корреспондента то к нему а он даже разговаривать не хочет я говорю я молиться буду чтобы одумали что вы еще делаете то лагерь вам не мешает недели две проходит его находят убитым зарезанным или что-то который летчик там лавриненко кажется был то и вот на суде он начинает знаете мне они звонят я летчик то другое у меня здоровье стопроцентное а вот меня довели до такого состояния я сейчас приступы лапкин вы еще скажете я говорю там николай сергей ну как вам не стыдно смотрите судья молодая девушка сидит и ты перед ней летчик расквасился ну когда а все заулыбались и верить-то им никто не верит а который там был против профессор и еврейская в нср обществу против меня я их вообще не трогал почему а к ним попал один из наших потеряевских который вербовал которые полукропки есть в израиль чтобы ехали но под условием что сами они никому христе чтобы не говорили естественно что я я сказал не 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 как-то на это геннадий петрович его то сын делал и вот события так разворачиваются как я никогда бы их не составил теперь конченские пасут но их нельзя никуда деть скотина ходит по деревне вечером тут маты прокурор земельный отдел составить комиссию и сделали их на шесть километров от нас отбросили это все описывается в газетах а газета бывает сразу там быков писатель такой вот он приехал сюда и посмотрел димитрий кажется звать его вы такую статью здесь показали я когда пришел а там проректор сёмкин борис васильевич и говорит игнать еханович то что против это анти реклама но она тоже реклама меня поддерживали люди какие-то ну и там теперь опровержение за опровержением и всего еще мне мало заплатили я подал пересуд сразу назначает другого студию и все пошло по-другому в два или сколько раз больше то то есть дальше они присылают с гтрк ко мне на дом человека масалов это зам генерального директора так и так у нас неприятность я говорю какая ну вот вы подали в суд и нам теперь вот такое время у нас распорядок муж объявили в газетах когда что выставляется то нам сказали самое удобное для лапкина время договоритесь чтобы вы выставили опровержение они думали там в вечерних сумерках как-то нет я говорю но вы не делайте до нас никто не спрашивает прокуратура сказала мы обязаны сделать я не могу сделать знаете вы снимите вот это обращение то мы вас такую хорошую статью напишем когда я говорю вот тебе раз в лагере не было хорошую статью я могу ли это поверить то есть они прямо на каждом шагу подсказывались а господь только дает и дает новых помощников там у меня благополучно возвратить что что есть а возвращать нечего судебный исполнитель тут не указан он вот опять же это она могла бы как все как ну как будет а нас делали главным ответчиком городская администрация кгб стороне когда меня арестовали ну и вот она явилась городскую администрацию и сказала пока слабким не рассчитайтесь бюджетники учителя врачи ни одного рубля не получат арестовывается все счета и меня сразу звонки давайте разговаривать а разговаривать легко со мной тут господь выставляет людей тут тэн был один кажется кореец он как его могу назвать декан или кто-то там юридического факультета там прокуратура и горит лапкину руки ноги мы не вставим что как меня поднимали выворачивали ну давайте закончим но уже десятый год заканчивается а тут корреспонденты которые за меня тепляков сергей они такие статьи победитель получает все вы газету это видели там я на сейфом сейф подставили под меня что будет счет был 11 миллиардов теми деньгами по государственным расценкам и отовсюду бог давал помощников вот бог это статья большая когда появилась лапкин предпочел храм недвижимости там поставили в википедии моей я смотрим города стою в аварийном ну и вот теперь когда на этих то я подал теперь они вот теперь как заварахались там все и пошло у них там вот там так и такая которая то она не давала место мне приехал на алтай теперь надо бы связаться с ней сказать а я живой давайте встретимся а они там разным сектантами ретикам давали место а который от нас дружинин то ушел митя геннадий петровича сын тот подполковник милиции был ну и говорит а мы напишем что мальчики спят с девочками он говорит я вам не советую лапкин просто так не оставит и от это прокопья которая была там все попятились но маленько пытались на лестничной площадке называется у них там суд вынес у ликвидировать там эту и отстранить и те которые выступали чтобы на религиозной темы не говорили суд вынес решение ну и полная абсолютная победа и поэтому у них когда вот это появилось это а раз статьи были вместе а у меня книги стали выходить я поэтому поместил вот то что вы прочитали так это только мало теперь как будут выставать родители родители не допускают а родители один за другим в суде а мы жили с детьми своими два месяца ребенок был приехали вот конечно правила лагерные мы заранее были подписку дали главное это на меня главное давление было что у меня в лагере физическое доказание а этого не потерпели это конвенция прав человека они подняли все до брюсселя я говорю давайте они прислали кандидат медицинских наук милиция всех детей допрашивать ну хоть бы маленькую где-то заметили и как скажите вас бьют здесь мальчик один нас не бьют а наказывают за дело вот это бьют и наказывает ребенок он понимает а почему а я заматерился и как вас наказали а там когда заходят все молятся никто не видит крапиву дядя игнати руками руками жгучие положил на второе ну как здесь у нас палате чтобы я вот так вот а я бы забоялся забоялся заплакал он сказал тогда не буду наказывать трусу труси его еще наказывать я силы трачу выше перед народом вот боится алёшка боится это зубами рву у меня пузыри вот такие вот я не боюсь вот это японская канзио канзио терпение не станет не пищать он заходит я положил крапиву я его не наказываю поводи так вот раза два он попал а теперь бегом там убывальник и скорее ничего не будет больно вот то есть они искали все даже кгб подключенная было и пожарники и там санэпидемстанция все только не было и еще не могли сделать и там видите лозунки мы написали коммунисты людоеды руки проще от лагеря стана видели может наверху стоят на крыше такие почти плоские вот я не выходил дети скандировали они не заходили и деревенские сняли там одна была у нас гречанка у ней вот тогда не было этих снимать только не имели это дело то и все засняли так коммунисты людоеды займитесь своей душой одна у нас была воспитательница там кто-то узнал кто-то помог и красиво написали а дети только скандировали не заходите не заходите но представь дети малыши а тут милиция батюшка пришел милиционер батюшка говорит тебе еще надо это ты залезь в машину автобус и не вылазь а тут будет такой разбор он залез машину и больше не вылазил и вот поэтому то что там сохранилось это вы прочитали это и есть а тут у отца кирилла сахарова игумена на берсеневке одна прихожанка работает в самой центральной газете советского союза газета называется российская газета учредитель правительства российской федерации я не там статья такая про нас и написано с лагерем шабаш не чистой силы статья очень сильная такая она у меня есть и для слова божья нюста там ее найдете то ну и ясно дело что они вот эти нападения это имеют ввиду вот эти нападения на детский лагерь шабаш не чистой силы да они так и написали в газете центральной газете советского союза ну ясно дело фотографии там волову его были и сразу комиссии ковалька там а там приехала машин зам главы администрации по медицине шойхет яков нахманович он операцию делал еврей чудесный человек но он когда приехал все осмотрел взяли анализы молоко вода в колодце на пруду выше среднерайонных он только сказал знаете есть такой инкубационный период болезни вы взяли ребенка он здоровый а через неделю у него проявится то что он там заражен деревне был будьте осторожны и теперь там написано лапкин так должен был почему не должен так она ни копейки не дали то видишь трижды я красным показал это вот бог же так делает а там судебный исполнитель а здесь он а ему все подчиняются так они волову его это ваша фотография моя горит но я туда не посылал я не знаю а та которая то написала это все она прихожанка отца кирилла сахарова так вот даже не придумаешь так чтобы она одна только такая и именно ей поручено или как то было написать такую статью а статья буквально все всколыхнуло а издевались как у меня нет света я говорю как нет смотрите вот такая ртутная лампа там километры видать у нас так на пищат она уже опровергайте через суд дальше столы столы не строганные доски а там строганные сверху новые клеенки там ну у нас так уже написано опровергайте через суд это все статье будет написано потом и они не знали в какой угол прятаться все полный разгром абсолютно но проверить исполняется ли это уже был месяц август приезжает полковник из краевой из краевой прокуратуры его посылает параскун змеевский кажется фамилия его и а мы сидим там занимаемся дети которые остались еще детей хватает тогда попить я вынесу нас сюда вы враги на мы с вами не хотим чтобы на территории были то но они стоят очереди но вот дети у вас уже все разъехались да вот же перед вами ну мы можем написать что они в пути уже я говорю не можете вы не запустила когда потом встретился с юрием федоровичем прокурором это края я говорю наверное жаловались что не запустили нет они говорит сказали вот эта дисциплина даже нас не запустили и ну как они обижаются да нет наоборот говорит все как надо сказали нам там делать совсем нечего здоровые сидят ребятишки смеются кто занимаются счета песни поют видишь как вот господь меня обставил людьми которые правду любят вот этот тэн я даже ни разу с ними говорил но он поднял вопрос а теперь прокурор здесь мэр города здесь губернатор говорили он так сильно не проявлялся но именно он и помогал потом он будет министерстве как там на называется иностранных дел белоруссии руководитель я сейчас не знаю может на пенсию уже вот так когда богу доверяешься как бог пути угодны господу он и врагов его примерять с ним но тут естественно такая тема тут газеты печатают берут у меня интервью гатерка на дом прямо приезжают по эфиру везде идет все я веду три рода программы по теле тогда радио было все ну и по телевидению захватывали а тут это все захватило когда фильмы сняли про нас а поэтому у меня близкие отношения были с главным кинотеатром россии россии говорю барнаула алтайского края ну и там когда фильм то вышел предчувствием это и здесь же режиссер кузнецов и нас перед ними так зоя павловна там юдина была она была с мужем директор ягод за него ухватилась за мужем меня все трясет вы так говорили а еще была советская власть я думаю меня здесь на месте арестует вот как господь делает то в итоге получается заказчик это заказчики были коммунисты да коммунисты коммунистов там когда говорится петренко он был главный идеолог идеолог он умер внезапно дальше те которые сильно наседали вот который подал на нас там у него много заявлений было по подполковник милиции с ним ничего не сделать он у меня большие знакомства я много зла могу вам сделать он говорил а кто там генерал-лейтенант воды края там еще прокурор октябрьского района как за широких а у меня свои знакомые когда они начали гнуть дурь я тогда обратился это прокурор высший то прокурор то сразу раз убрали то эти которые были там милиции то генерал это они там деньги отпущены на квартиры милиции захватили их обоих оттуда а поставили валькова который он приехал даже потеряю генерал-майор это никак нельзя предвидеть что было там сразу сразу обстановка другая какой-то профессор против чего его на меня потянуло не знаю по какому делу его там где-то зажали учащиеся и ножами изрезали ему всю задницу говорит смотрите на тихо получается когда была основана потеряевка вы сделали объявление приглашение всех многих людей которые подходят по критериям не пьет не кулит не матерится не ворует и не лжет объявление сделали правильно я понимаю неправильно потом а сначала лагерь только мы приезжали 19 лет через 19 лет мы тогда дадим такое объявление что вы сейчас сказали ну когда вы этот деревню сама уже основали оформили юридически правильно сначала они никак не хотели оформлять никак потому что это после юридического оформления вы сделали объявление или до нет сначала надо было по району чтобы местный сельсовет были не против а они против а раз против все на месте тогда батюшка поехал в москву и там в белом доме было у нас там отец глеб якунин он провел куда надо оттуда приезжает никто не не хотели что потеряевка восстанавливалась корпус депутата в мамонтово районе а тут все проголосовали как один оттуда указ пришел а раз они все здесь мы обращаемся вот с этим делом в краевое и там подписывает обоснование не так что сюда сначала мы там сначала должны были подготовить остановку а то ну основание вот как ну то есть вы делаете объявление вот и я слышал что из большого количества людей то есть вам много заявок пришло до полторы тысячи только первый год пришло но приняли вы бы приняли бы трех из них из трех останется один а получается из трех вот один как раз таки которого приняли оказался который будет против вас нет это другой остался другой а тот которых приняли он он был до этого ну прям сразу потому что сын ты ходил на занятия в университет а отец к нему приезжал милиционер вот так дружинин дружинин этот митя димитрий а отец у него геннадий петрович подполковник вот как раз геннадий петрович как раз сказал что много вам зла могу сделать я да это он сказал так потому что у него там были и главное когда его прокурор то обычно если они отменяют я нападал то встречный иск то они даже меня уведомить они меня не уведомляют они знают порядок какой если он подполковник у него к не знать теперь проходит 39 дней а я потеряю работу и не знаю что моё объявление иск я подал на него отменен он отмел сороковой день а сороковой день и он имеет особое значение в это время черная заноза падает эту милиционеру в голову и он умирает все все закрыто ведь то что сама дальше дальше я помню это было написано что вы подали в суд на сына его нет на сына не подавали он у меня уж сын ушел по-хорошему у нас такой если я кому-то помогают условия я помогаю а ты как поднимешься на ногу тебя будет деньги ты тогда вернешь а я тогда другому кто есть вот первые стали приезжать денег нет а уже приезжать-то совсем надо а я был в америке выступал и мне там кое-что попадало я тебе я не знал даже что такое доллар один подходит а можно я вам счет сделаю там это я горячет такое это в нью-йорке в жан-дан-вилле там когда были но он меня сразу выписывать 6 тысяч долларов а учитывая какие у нас были цены кверх ногами все летит это большие деньги были я покупаю разный инструмент полный камаз гружу там лопаты пилы ножницы все это и дорогой опрокинемся еще с нами будет это особая эпопея вот а теперь этот то который милиционер то приехал геннадий петрович подполковник то он в район строчит жалобы а почему у меня знакомые много как это бог делает тут есть высшее авиационное училище там 470 чем-то как их кадеты назвать или кто учатся до курсанты и вот я туда прихожу и виду у них занятия и среди них которая покаялись а несколько человек они стали там под этим диаконом другой ушел там уже учился сколько это господь делает так то но эти то которые ну там руководство то мне близкие а потом когда стали делить то вот по такому-то делу по связям с силовыми структурами в церкви избирается определенный человек такой-то после димитрия смурнов вот и здесь точно также избирают они но избрали меня вызывают и говорят ваши занятия окончились потому что власть так вот постановила и будет священник с покровского собора я говорю или что он будет будут я грани не будут бесплатно как бесплатно так а вы же сколько лет у нас ну на меня чего смотреть слабохарактерный они не пойдут да ну и гнать и тихоныч домой да как же так неужели с нас могут брать уже такая аудитория тут так принимают ну я сказал и я пошел недели две проходят они звонят и говорят правду сказали а мы говорим так а лапкину три года уже ведет занятия или пять лет ну еще с него спрашивать лапкина там где-то мы так не можем нам жить надо и меня опять вызвали николай павлович который майор мне там помогал мазур кажется фамилия его а здесь николай павлович благочинный вот надо же так и господь как сделать а это отвергает эти приглашают меня везде путь открытый и теперь когда пришло указание от ельцина его не очень любили военно это он принимает решение закрыть военное училище и сделать тут институт мвд закрытию я пришел я там был я говорю ну вот такая власть у президента то он знает да сила есть дураку ума не надо этот стоит рядом офицер которых увольняют а теперь увольняют увольняют а у них там все есть у них есть там и кубанки кителя там ну все ну много чего есть а в шинели и я туда подсуетился как раз вовремя и мне дали допустим 75 шинелей вот этих мундиры ну конечно там погоны пуговки со звездами мы все их спилим там звезд не будет то другое а вот я к чему это говорю и это теперь мы в городе большие прасечные отдали постирали потеряевку привезли но это бог делает только он так а этот милиционер то геннадий петрович что подполковник то он злится выпит ему что-то не хватает корешок хрена на полтора литра наверное спирта и он на нас страшит что я образовал особая команда которая выйдет из подчинения советской власти что они очевидно у нас где то есть вооружение и все это в районному прокурору риферду юрия николаевича я с ним встретился он такая пачка я говорю а почему дел не принимаете да дуря одна зачем мы пойдем туда конфузицы то есть все ну и на сороковой день когда они скрыли от меня что дело мое закрыли то он умирает жена приезжает никто не берет дом бросать надо я маленько заплатил дом мой вот я картошку собираю мимо идем называется саманный вложили кирпичом там все как надо мы с ней купли продажи все как надо оформили мы все такое и туда мы сделали гостиницу кто приезжает и вот а сын то его не останавливал когда он писал то строчил кто я не знаю знал он или не знал я не знаю зачем ему было к нам лезть это вот интересно я это 92 год был когда он приехал а с июня по август меня не было я в америке было много путешествовал то приезжаю я увижу в огороде у нас тебя я батюшки спрашиваю что за человек батюшка говорит нехороший человек я говорят и беседовал с ним нет не беседовал а как же ты знаешь но я чувствую что очень нехороший но так все получилось а потом когда важно возле нас железная дорога идет и там столбы деревянные были то их менять стали на железобетонные но не напротив деревни наши это естественно а наши почти там проволоку собирать там ну дальше изоляторы с деревни настроиться надо но они заехали тоже чем рассчитывается то денег то у нас нету а курицы есть ну там мясо есть молоко так и про это вот подполковник они узнали это вы его терпите так ягода что сделаешь так мы его сегодня ночью утопим здесь болоте то какие-то чеченцы или еще я буду что вы на разве же можно это так и так у нас пруд один есть назывался он ктфнский ктф это конно-товарная ферма там было теперь еще нет ну и я там бульдозеры привезли их на платформах а это дорого стоит два бульдозера сразу а чтобы забронула привезти на сегодняшние деньги это по 70 тысяч почти надо и два бульдозера работает и он это узнал кстати а такая есть отставник мешает работать кажется вот такая статья для слова божья нил то там есть он надел свою милицейскую форму пришел милиции стой бульдозер и сталик вы думаете что делаете там может на дне стратегический кабель а вокруг лес и какой кабель откуда ну и что они я не могу уговорить они позвонили видимо и уехали он понял что он надел он прибежал к моей матери марии егоровне упал на ноги мария горовна что я наделал то черт меня понес туда работу-то остановили вот как было дело то у него и покаяние выходит было но она меня вон вот такое что я образовал то военная у меня какой-то легион форма такая ну ну ясно дело что ничего нету ну так а в итоге то сын просто на это передаче по лестничной площадке на лестничной площадке которые про кофе вот и там выступал ее сын его сына но он не сказал он ничего лишнего не сказал димитрий геннадьевич он не сказал но когда она сказала напишу я про кофе видимо вела то дело что у лапкина мальчики с девочками спят вместе ничего нет он горит а я не советовал бы вам лапкин просто так это вам не оставит он на один удар отвечает несколько ударов и она не знала что же делать но я на это почему я имею право защищаться и мы видим что это апостол павел говорит требую суда кесаря и когда иосифа продали и он и виночерпи и говорит скажи параона что я невинно сижу здесь нам не запрещено это ну и вот здесь так на моей стороне оказались все а я чтобы деревне было что-то я обращаюсь а там опять знакомый директор а он там делает гвозди они могут гвоздей бы мне он не отпускает сразу полтонны гвоздей для потерявки я захожу в краевую администрацию но у меня знакомый там он когда-то был очень расположен к родной сестре моей жены когда вы жил новосибирск а теперь его сюда прислали астена аксёнов кажется он но и он пишет что-то я подошел и говорю павел не знаю дмитрий что ли говорю нам бы вот надо муки где-то достать вы как-то познакомьтесь с кем он вот так вот обернулся а рядом стоит человек молодой я узнал его звать кажется иван иванович он так ты мужик думаешь умирать или нет тут тут там будет строгое взыскание на том свете вот этот человек стоит на меня иди выйди в коридор побеседу тебе расскажешь чтоб ты в ад не попал вот так попробовать хочешь думаешь умирать или не будешь он вышел такой испуганный иван иванович да я вспоминаю лор кажется что с вами случилось когда ничего у меня детские лагеря а чего вам надо а он предприниматель я говорю муки бы надо а какого сорта да я не разбираюсь какой ездок ну пирога дадим а сколько надо ну я не знаю на лето сколько он пол машины привез дальше нужно овсянку четыре спины тонны привезли и теперь нам нужно одеяло я могу даже показать где подожди сейчас гляну вверху здесь они лежат но там надо сеть япон подожди не сказала неудобно уже оставлять то это вещественное доказательство вот свернута одеяло и вот он это синтепон это вот водянар это теплые теплые такие тайны их надо в это а там одна женщина еще есть валер называется валер это семисветье вот господь же делает так она этими тканями торгует валентина николаевна абраменко я однажды к ней зашел я говорю такой я детский лагерь и все а что вам надо я говорю да не знаю я ну что-то купить надо то она в сейф полезла мне сразу три тысячи вытащила первый раз меня видит а потом она будет потеряевки господи дает царство небесное племянник весы и прям под поясе попали а теперь они с этим иваном-то иван-ванычем то купили все это сколько надо одеяло одеял 70 наверное теплые у меня все все есть где только подумаю завтра эти самые люди однажды машина какая-то приехала к нам я вышел одна женщина вы лапкин да я говорю а что вы хотели да у меня перемена такая я предприниматель игорь то меня уже два покушения было я стреляли последний раз у меня иконка была прям пуля попала в иконку я уезжаю в германию я вот набрала в машину день что вам привезла я узнать не знаю первый раз вижу вот как бог все делает это никогда нельзя спроектировать так вот это подумать я вот чем-то знакомлюсь ничего этого не никак я как а вот лестница я сразу добираюсь до самого верхнего этажа прошу и господь дает вот я рассказываю где и там какие были какие обвинения суд все снял как будто никогда разговора не было отвечать им надо было теперь платить деньги они за за артащились ну прокуратура москвы даванула их они сразу рассчитались и никак брат ты мой а когда вот уже суд то вынес мое решение то и выносить то денег то нету кгб в стороне а судебный исполнитель арестовывает все счета пока не рассчитается со мной заговорили то тогда вот мне 13 соток дает самый красивый район наверное центральный то и два дома в одном и молимся в другом вот находимся вот как бог делает и так которая судебный исполнитель это арестовывает счета то я и так и в глаза ни разу не видал и дальше мэр города как помогает вот это вот когда решение то уже пришло со мной рассчитать это недвижимостью и вот мы едем дорогой это все для слова божия нету там написано и вот едем дорогой а у баварина владимир николаевича главы администрации главы администрации ну мэр города у него советник общинника владимир петрович и он мои данные это все ему дал мне сказали в такой-то день приезжать какие мне дома отдавать будут и когда мы сели он вот так на меня вывернулся это вы в моем городе живете в моем он жил городом его вспоминали по сегодняшний день за после него меняются и меняются он бывший партор моторного завода ваше имя будет записано в аналог истории города барнаул вот и там есть от него у меня кого его знаете если возьмете к новое издание к истину православию вот здесь вот вот в того и тут первое которое идет в клейке она в этой в клейке фотографии то тут документы и тут документы этого баварина вот откройте я сейчас скажу вам ну первая в клейке первая в клейке 3 4 4 листик называется администрация города барнаула найдите прочитайте первая в клейке так считайте вслух уважаемый так администрация города барнаула число какое там есть прочитайте 7 ноября 1997 года письмо номер 08 479 латкину игнатию тихоновичу улица 2 строительная это да я уже нет там разломали тогда было дальше уважаемый игнатий тихонович с большим интересом ознакомился с материалами которые вы мне предоставили в очередной раз прихожу к мысли что заочное знакомство с человеком и его деятельностью не всегда отражает реальную картину происходящего о как здорово написано и дальше ваша просветительская деятельность ваш безвозмездный труд по воспитанию у молодого поколения чувств патриотизма любви к родине и ближним ваши беседы и проповеди перед людьми совершившими проступки и преступления достойно уважения так вот теперь вот преподаю одновременно его занятия пяти университетах 13 школах с моей стороны тоже должно было быть и дальше детские лагеря занимаясь детьми он все тут в одном предложении сказал ну если 18 лет я сотрудничаю с местной тюрьмой сезон называется 18 дробь 1 3700 сидельцев и везде имел доступ с богом дальше я сожалею что решение вашего вопроса затянулось на многие годы да но в то же время искренне рад что крестовозвиженская община которую вы возглавляете теперь не слышно что я сожалею что решение вашего вопроса затянулось на многие годы но в то же время искренне рад что крестовозвиженская община которую вы возглавляете теперь будет иметь место постоянных встреч и молитв ой-ой-ой желаю вам на этом нелегком жизненном пути упор донести свой крест и иметь последователей верных слову божию он только одно слово гордо то он смысле ну не поддавайся никому он плохого то не заключил в этом и представь себе что вот ну на таразе может описать посторонний человек то а после этого как он к нам приезжал все это смотрел и вот где ему когда он погиб тут памятная плита такая есть ну и храм там стоит в честь владимира бедна просветителя россии ну вот что же владимир то я кола это и когда иду под мост молиться чтобы не взорвали все время туда-сюда барнаули пока этой плиты снимаю шапку и молюсь рядом остановка недалеко большой мод где барнаули и плита в честь там написано такой-то такой-то владимир мы бы одногодки с ним были то вот он моложе меня до несколько месяцев только ну и вот уже 20 лет позади я не хожу никогда когда хоронят а тут я пошел где он в доме дворец спорта там он кажется был я помню только я пришел я не мог удержаться настолько это и когда сказали погиб я полночи наверно звонил в разные организации где он бывал верующий он или неверующий верующий все подтвердили верующие фотографии сохранились как он держит ребенка в церкви в этот золотухин валерий сергеевич он у него наверно написать даже от верующих то такие слова не услышишь порой да конечно ну что такое-то когда ему сверху божию чтобы так написал мэр города который там во всех этих административных бумажках постоянно мысли другими категориями так написать это да да так вот эта квартира где я сейчас разговариваю сижу это как раз то и есть это одна на всю страну такая что каторжнику мэр города привозит бы документ оформленный отдает государственное имущество на вечное пользование и помогли как вот они были здесь а свод спасения на водах то сделать жилыми домами и сделать это бесплатно это все он что интересно когда он за годовой отчет дает ну и оповещают видимо а ко мне специально посылался секретарь видимо что у вас владимир николаевич приглашает дворец музыки там или какой-то такой консерватории ну и после этого меня спрашивали еще там его как он выступает как с народом как вы оцените это я говорю пять с плюсом то есть его интересовало мое мнение об этом и когда ему там день рождения был где-то за год еще до этого ну и там нанесли нанесли ему а у меня ничего нет я в клеточку листик один взял и написал ему что все это временное вечно это невидимое и чтобы ваши добрые дела были во имя христа всегда сделаны и так написал а который советник у него общинников то владимир петрович он говорит он эти там понанесли еще так он говорит это мертвым только приносят столько когда а мне живому принесли и теперь когда мой листик то попал он на все рукой махнул один листик перевесил все остальное я бывает так иду когда занятия агту а свет горит там я бывает даже ну может бы не делал то я возьму дай позвоню как дела владимир николаевич там у него дела он очень любил город свой вот этот мост который здесь через зуб большой это он на нем сфотографирован на берегу благодаря ему он стоял здесь исключительно хороший человек я каждый раз молюсь господи упакую в обительных небесных он так много сделал для нас ты сказал кто напоит вас чаши холодной воды награду не потеряет и он бы у нас негде было все если они молюсь и тебе не угодно проси меня господи я каждый раз хожу и молюсь за него рыба твоего владимира вот такое дело лишь куда мы вылезли то есть это дядя щухарь говорил горит и меня горит пока зато я разолью став выше да дальше берега океана ну вы не считали сколько у вас было в итоге в жизни судебных процессов но от 11 лет если шел то сколько и было посчитать даже в год по одному уже 11 а я не могу сказать что у меня взяли я только припоминаю и то что у них в документах есть что подтверждено было что взяли что там 14 магитафонов в это время когда меня арестовали я работал сторожем не в наста охране центра это железнодорожного района вот как бог делает я там у них работаю а она у них офицер который меня хорошо знает и он образует встречи с милицией железнодорожного района каждый месяц скажет один раз но это еще не такое чудо дальше его избирают полномочным представителем президента российской федерации алтайского края у меня вход к самым высоким лицам свободны а он то меня знает и расположен всей душою вот я куда ни гляну это невозможно и вот теперь мне надо узнать сколько часов тратилась на то то вот 72 рубля у меня пенсия мне нужны магнитофон и маяк 205 один магнитофон стоит 320 рублей недолго посчитать сколько мне надо ни пить ни есть 72 рубля 320 ну полгода минимум да мне одновременно надо 14 магнитофонов умножаю еще на 14 вот это все приобрел у меня все конфисковали и вот теперь когда уже реабилитация когда помилование пришло вот тут теперь они стали думать кгб осталось стороне а вернуть мне надо сколько стоили записи которая переводы делала и на иных языках ну составлял такие композиции где-то общая стоимость с наценками с этими в это время это инфляция гудела все 11 миллиардов они даже были 11 миллиардов ну и авто опять же как начну говорить у меня так расплывается все и в москве оказалось президиум только верховного здесь как краевой суд а там там президиум а нет теперь российской федерации российской федерации если нет советский союз и там но это уже захватила после и вот на последнем этапе ну все правильно в сад отняли то другое наконец там амелина фамилия и я не могу найти отблагодарить бы чем-то и она как неправильно 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 вернуть все назад ну и теперь со мной уже разговаривали по другому другой судья все другое ну а раз я выиграл процесс а рассчитываться нечем я получил вот два дома и территории а эти то враги которые там клеветали это их никого и нету они все рассыпались который написал статью там сидяев он сбежал его нигде нету курдюмов который нарисовал черта с рогами написал община лапкина то но мне дали задание я другое ты должен был смотреть суд все разложил по полочкам и картина которая напечатана имеет прямое отношение к тексту доказано было ну и все остальное а так как бог идет сколько я уж вел я не знаю даже но однажды в одном месте было здорово судья оказался мусульманин и он и говорит вот вы христиане православные а что же вы судите с друг с другом то может быть у него и другое было но уме то сказать то мусульмане же они серьезные люди тот своим путем раз когда один приходит жена у меня такая невозможно жить с ней я говорю я знаю где лекарства но только надо точно выполнять заранее написать а какое почти бесплатно ну давай жену чтобы она расписалась теперь я даю вам адрес вы уезжаете в чеченский аул самый дальний а я обращаюсь как сокалом чтобы они занялись вашей душой в течение месяца она будет по одной ниточке ходить вот понимаешь все рассказывают у вас только событий событий события вот так один а так кажется у киргизов было вот они то переехали живут нормально но мужик выпил а она его пришел да видимо и кулаками помахал она пришла и заявила заявил они его все мужика который дежурный был все такое дело арестовать его так арестовать так вы распишитесь что совсем согласно а что заявление ваше принято а он видимо его даже не тронул так слушай внимательно то что он пришел пьяный вас семеро ребятишек говорите так правильно правильно так он арестовывается я его пущу по самой строгой статье что он издевался над вами меньше пяти лет не дадут как так да я как то с ребятишками все кончилось все иди отсюда да я нет так посадить его в подвал не выйдешь оттуда пока ты не скажешь что отстанешь от мужа и ни разу не дай не не будешь жаловаться него я когда услышал вот это лекаря я видел как в таиланде пьяного порят у него вода это кровь течет по заднице и рядом врач пульс щупают он месяц наверно на задницу не сядет и здесь точно так же все она свою ваню взяла и больше никогда не жаловалась так интересно что я вчера читал статью один из бойцов вагнера да рассказывает как там у них все было и он рассказывает что говорит много говорит ну из тюрьмы ему много же да это заключенных поступило к ним за две недели говорит вылечивались все становились нормальными которые ну и как кто пил то есть самое жестокое поступали с наркоманами но с пьяницами пароли игорь излечивались пьяниц пароли игорь излечивались прямо так и говорит так у нас на лечении это профессор пилипенко поркотерапия в новосибирске официальные аргументы пакты печатали и мужик один горит у меня все директор был все ушло жены нету все а теперь узнал про него пришел знаете как черная полоса стекает но что интересно он ведет дня два-три подготовку профессор пилипенко и говорит даже мужчины плачет вы не подумайте что от боли о том что как же я мог этого не знать и главное что когда женщина порит мужчину а мужчина женщину то результат лучше чем своего пола чем говорит объяснить пока объяснение нету поркотерапия называется а у казаков то у них всегда это было так спасибо христос и гнат тихонович у нас уже беседа час прошла вот видишь как ладно и согласен но все равно я еще пока не составил мне хочется составить последовательно биографическое вот всех ваших судебных процессов как бы ну это надо надо смотреть тогда слово суд зарядить в книге там описывается процессы допросы которые и для слова божия не утуз а это если надо я могу это поднять именно допросы живые свидетели это целая книга а этих никто у меня 33 том открытым оком так что там я на сайте посмотрел на сайте же отдел есть суд и там все по суду я уже вот уже третий день читаю чтобы составить чтобы составить этот хотя я это уже второй раз читали третий может быть даже сейчас пока я думаю пять лет раза три это все прочитал но сейчас у меня уже не хочется составить цельную картину потому что меня разрозненные но я думаю это оставить пока не занимаетесь нужно заниматься пропаде во свете святой библии как только закончил это да это я уж так на хобби там иногда ну да потому что видите что я не выложу из-за компьютера которая придумали это тогда кто это пустил я не знаю это николай сахов что вот есть машины которые переводят там такую гадость гонит другие слова а которые своими словами какого-то сейчас дали боляйский ли какой-то фамилия его алексей вот бояльский но я не знаю но настолько хорошо работает да и мало ли то вот константин и игорь это родные братья ольга это родная сестра виктора николаевича есть кому но мне нужны люди которые в грамматике сильные надо работать потому что все почти закончились проповеди бог дал нам девору она где-то до 7 работников нашла примерно вот талант где кого прорабом быть ну все пошел голубей кормить то есть тоже ну все с богом спаси христос отошел